Они потеряли самого дорогого человека. Мама Лизы и Алины Абадец умерла от воспаления легких. Из-за войны у семьи, которая живет в прифронтовом поселке Первомайска, не было денег на лечение. Опеку над девочками взяла бабушка. Хотя у самой проблемы со здоровьем. Историю расскажут наши корреспонденты. 14-летняя Лиза с грустью выходит на улицу. Вот уже четвертый год тут пусто. Вокруг только разбитые войной дома. Взрослые боятся иногда отпускать куда-то. Потому что могут начать стрелять. Девочка живет с бабушкой и младшей сестрой. Мамы не стало год назад. Дети не могут смириться с утратой. Не хватает той поддержки. Не хватает, ну, понятное дело, мамы. Потому что, ну, бабушка это бабушка, а мама это совсем другой человек. Марина умерла от воспаления легких. Ей было всего 39 лет. Не было денег лечиться. Она не работала, потеряла работу. И жили почти на мои только деньги, на мою пенсию. Старшая дочь Валентины Григорьевны тоже умерла. Из-за опухоли головного мозга. Внучки вернули убитую горем женщину к жизни. Наверное, я и выжила из-за того, что это маленькая. Она не дает мне скучать ни на секунду. Слава богу, что мне хоть дали опекунство. Мне же таки уже я пожилая женщина. Семья живет в поселке Первомайском. Это часть прифронтовой Красногоровки. Выстрелов стало меньше, чем раньше. Но страх не исчез. Валентина однажды пострадала от обстрела. Я оглушила и заложила уши. Вот я пошла, сказали, контузия. А контузия отойдет, ну, со временем. Только надо не нервничать. Ну, скажите, пожалуйста, как в моей жизни не нервничать? Вот моя красивая девочка. Укладывая Алину спать, бабушка остается рядом. Если будут стрелять, если будет сыпаться стекло, я ее так укрою с собой маленькую. Пенсионерка и ее внучки регулярно получают помощь Рината Ахметова. В наборах выживания есть самые необходимые продукты. Продуктовые наборы гуманитарного штаба в Красногоровке получают 2300 стариков. Людей с инвалидностью, родителей, одиночек и детей. За время работы штаба мирным жителям выдали более 12 миллионов наборов выживания. Спасибо, что не забывают. Спасибо. Он же сам донецкий. Конечно, хорошо, что еще хоть помнят за нас, что мы еще тут живем, что мы живы. Вот. Спасибо. Ринату Ахметову. За чистотой в доме следит старшая внучка Лиза. Заботится о бабушке и сестре. Ради них готова вынести все тяготы жизни. Поэтому я и живу, и держусь, и знаю, что мне надо жить. Оксана Корчмай, Евгений Яконин. Для Сегодня. Канал Украина.